всем доброго дня а сегодня у нас будет обзор отеля club сан-хевен спа данном ролике расскажу вам про все плюсы и минусы данного отеля проходим мы через ресепшн он небольшой скажу сразу про интернет интернет вай фай есть бесплатный но ловит он очень плохо либо только на ресепшн либо на территории но очень очень плохо поэтому советую покупать отдельно сим-карту вот мы видим территорию отеля небольшая парковая зона где расположены скульптуры животных которые очень нравятся детям сразу же за слонами находится место где пекут лепешки ну а мы дальше прогуливаемся по территории с правой стороны находится небольшое кафе где вы можете выпить как холодно так горячие напитки также есть там выпечка здесь с правой стороны у нас находятся новые корпуса с левой стороны старые корпуса небольшая вот такая аллея с красивыми пальмами далее по правой стороне находится фото отелье где вы можете заказать прекрасную фотосессию далее по правой и левой стороне находятся небольшие магазины где вы можете также купить себе сувениры домой по ценам скажу то же самое то есть наценки здесь нету также мы ехали в город смотреть сувениры цены одинаковые по левой стороне находится салон где детям можно сделать прически и также взрослым данный отель позиционируется как детский здесь очень много создано все для детей и одним из плюсов здесь очень много для малышей возраст от 1 до 3 4 лет вот есть детская такая площадка очень удобная и вот с правой стороны находится лаунж зона там родители кальян вечерами курит а дети играют вот мы переходим к первому бассейну он разделен на две части для взрослых и для малышей и рядом с бассейном находится три теннисных стола и вот там для детей прыгалки мы продвигаемся дальше и по левую сторону у нас находится такой большой бар где разные алкогольные напитки есть по правой стороне тоже проходим данный бассейн и сейчас я вам покажу корпуса новые и старые чем они отличаются это здание нового корпуса там мебель и ремонт новый это здание старого корпуса там понятное дело все старенькое а мы идем дальше от бассейна номер в новом корпусе я вам покажу который был у нас и мы далее проходим с вами к главному ресторану где проходят завтраки обеды и ужины сейчас я покажу какая еда в ресторане вот помещение но скажу сразу не приходите в начало завтрака обеда и ужина так как очень тяжело найти места поэтому мы приходили спустя где-то 30-40 минут от начала переходим с вами к завтраку много выпечки выпечка вся очень вкусная затем представлены яйца в разном яичница омлеты и вареные каша всегда рисовая сосиски и различные закуски представлены нарезка салатов в основном одно и то же огурцы помидоры порезанные в разных формах также есть йогурт и а также различные сухие завтраки вафельки и печенье также есть фрукты они всегда разные нарезка сыров и колбасы и конечно по вкусу не такие как у нас а вот сыр и кстати очень вкусные пойдемте с вами дальше проходим ресторан и выходим ко второму большому бассейну тут у нас уже есть горка здесь проходит активно анимации акваэробика и водный футбол и также есть детский бассейн прогуливаемся дальше и по правой стороне находится также новый корпус и в нем самом конце находится детский клуб также вот такой мини парк со зверюшками красивыми и вот немного мы заглянули в мини клуб детки здесь разных возрастов всем очень весело с ними занимается и рядом с этим мини клубом находится вот такая большая площадка детская много различных корочек качелей скамеечек в общем то безопасное покрытие здесь мягкое и создается также тенек то есть безопасно деткам играть вообще данный отель очень хорошего подходит деткам я слышал уже пока там отдыхала от двух пар что они сюда приезжает кто-то во второе кто-то даже в третий раз потому что дети самостоятельно здесь гуляют играют и прямо от площадки мы выходим с вами к детскому бассейну здесь глубина небольшая для малышей и небольшие горочки а также здесь достаточно много лежаков для родителей отходим от детского бассейна и видим небольшое футбольное поле здесь также проходит йога это мы с вами уже в конце отеля далее нам необходимо вернуться к ресепшен чтобы выйти к морю вот мы и у ресепшен тут с левой стороны палатка в которой вечером когда детская анимация проходит продают свежевыжатый сок попкорн и кукурузу а также я забыла сказать вот там где делают лепешки на с левой стороны выдают мороженое бесплатно так проходим это амфитеатр здесь с 8 часов начинают показывать мультики в 9 часов детская анимация и в 10 часов уже взрослая анимация и с правой стороны тоже небольшая площадка для детей там прыгунки и небольшие горки а чуть повернуть туда вдаль там небольшой мини зоопарк там павлин кролики еще какая-то там птичка чтобы пройти к морю нам необходимо пройти небольшой туннель но мы вернемся в ресторан и посмотрим что дают на обед и ужин и начнем обзор со сладостей пирожные разные разнообразные тортики сладости очень много это на обед и на ужин постоянно я любила кушать здесь похвалу на обед и на ужин но и было очень много с ней я вам показываю видео комбинацию обеда и ужина представлены различные нарезки сыров колбас также закуски их соленья также огурцы и помидоры в различные нарезки как всегда то есть это будет такой комбинированное видео по обеду и ужину также сейчас вам покажу какой здесь горячие есть мангальная зона вот у нас индейка была потом кебаб очень вкусные мягкие был кебаб еще один и также рыбка здесь бывает также с мангальной зоны у нас макаронная зона и пельмешки здесь и вот пройдем все по горячему есть горячая всегда курица есть всегда котлетки вот эти вкусные и из овощей очень много различных гарниров и ковядина тоже всегда есть на горячие также макароны и как всегда конечно картошка free там есть есть всякие запеченные их необычные пирожки на гарнир овощи кабачки баклажаны и вот курица вареная и картошка вареная это диетические блюда также вот эти вкусные пиццы фрукты были разные это то что только я смогла снять а вот наш скромный обед то есть спокойно можете покушать еда кстати вкусная нам она понравилась вернемся к пляжу прошли мы туннель и вот мы вышли на пляж вот такие вот навесы и много лежаков пройдемся по территории здесь находится небольшой снэк-бар он работает с 11 до 16 здесь выдают различные салатики картошку фри пиццу и бургеры а также иногда выпечку далее прогуливаемся бич-бар там различные напитки разливается 11 до 5 здесь вот прямо выдают мороженое где-то с пол 11 и вот мы вышли в детской площадке две большие горочки малыши спокойно катаются далее там находится волейбойное поле вернемся к пляжу лежаков много но занять их практически невозможно либо вставать надо в 6 утра занимать либо что-то придумывать и как-то занимать с вечером но часов так в 12 час уже много свободных лежак для моря необходимо приобрести такую обувь это называется коралки и будет тогда легко входить море это мой вам совет так как один из больших минусов это вход в море это просто ужас там булыжники то есть босиком это нереально заходить это я сняла вам пляж наш у отеля с моря довольно уютный не сильно большой так это мы вернулись наш корпус с двух сторон уютные диванчики с большими телевизорами сейчас я вам покажу наш номер так и заходим наш номер у нас двухместный но почему-то тут две кровати огромное то видимо для сына еще так вот с этой стороны у нас телевизор там есть чайник холодильник так ванная комната душ туалет и вот все принадлежности так и посмотрим с вами что у нас смотрите картина какая балкончик так а выход окна у нас на улицу они на бассейн но вполне нормально так как мы будем в основном на улице находиться это виден уже другой отель ну а кто любит экстрим здесь водные такие аттракционы сейчас посмотрим цены катамаран по стоимости 15 долларов квадроциклы водные по стоимости 40 долларов если 150 долларов если вдвоем это 10 минут банан по 12 долларов и вот парапланы 55 75 и 95 доллара смотря сколько человек ну и вот еще раз вам эти цены еще один минус отеля то что пляжные полотенца меняются платно по одному доллару во всех отелях было бесплатно в отеле есть по комплекс где вы можете пройти процедуру хамам но мы ездили отдельно у нас стоило 25 долларов а здесь в отеле по 35 далее здесь вы можете проходить массажи я себе купила курс из 5 массажа по часу также грязевые маски у меня входили и пенный массаж вот тут такой небольшой бассейн и сейчас похожу вам хамам зону вот в таких помещениях делают пенный массаж но прикольная процедура хоть раз нужно в общем-то попробовать надеюсь обзор вам понравился подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки